здравствуйте сегодня проводим урок по теме белки для 10 классов белки это высокомолекулярные природные соединения биополимеры состоящие из остатков аминокислот которые соединены пептидной связью давайте рассмотрим основную историю изучения белков 1806 году французские химики луи никола бо воклин и пьер жан робике выделили из сока спаржи аминокислоту аргинин в 1848 году итальянец рафаэль перья гидролизом аспарагина получил аспарагиновую кислоту в 1888 году русский биохимик данилевский предложил теорию строения белковой молекулы а в 1902 году немецкий химик эмиль герман герман фишер пептиды и другие пептидоподобные вещества в 1960 году был синтезирован первый белок инсулин жизнь эта форма существования белковых тел белок это мышца соединительной ткани сухожилия связки и крячи белковые молекулы включены в состав костной ткани из особых форм белка сотканы волосы ногти зубы кожный покров из белковых молекул образуются отдельные очень важные гормоны от которых зависит здоровье большинство ферментов также включает белковые фрагменты от ферментов зависит качество и интенсивность происходящих в организме физиологических и биохимических процессов содержание белков в различных тканях человека не одинаково так мышцы содержит до 80 процента белка селезенка кровь легкие 72 процента кожа 63 процента печень 57 процента мозг 15 процентов жировая ткань костная и ткань зубов содержит от 14 до 28 процентов белка в состав белков входят химические элементы углерод водород кислород азот сера фосфор железо и другие химические элементы например составе гемоглобина содержатся все названные химические элементы давайте рассмотрим формулу углерода 3032 атомов водорода 4816 атомов кислорода 872 атома азота 780 атомов серы 8 атомов и железо 4 атома молекулярная масса некоторых белков например белка яйца составляет 36 тысяч а молекулярная масса белка составляет полтора миллиона природе встречаются белки в которых содержатся растительные белки это значит бобовые растения орех фисташки ячмень пшеница и так далее продукты в которых содержатся белки называют животными белками это мясо яйцо рыба молочные продукты и творог характерно основные свойства белков они характеризуются по физическим свойствам поэтому классификация белков делится на 2 2 вида это простые белки их называют протеинами и сложные белки их называют протеидами простые белки это альбумин глобулин глотилины склеропротеины а сложным белкам относятся фосфор фосфопротеиды гликопротеиды хромопротеиды нукле протеиды остановимся на структурах белков первичная структура белка это последовательность чередования аминокислотных остатков полипептидной цепи вы видите из этого фото первичную структуру белка то есть первичной структуре белка чередуются основные полипептидной цепочки составляющие вещества это аланин дальше фенил аланин лицин глицин сирин валин аспарагин и аланин вторичная структура белка она составляет пространственную конфигурацию полипептидной цепи в виде спирали мы здесь тоже видим очень скрученную спираль сложной формы вторичной структуры белка третичная структура белка это трехмерная конфигурация которая применяет в пространстве закрученную спираль третичной структуры объясняется специфичность белковой молекулы и ее биологическая активность четвертичная структура это расположение в пространстве нескольких полипептидных цепей каждая из которых имеет свою первичную вторичную и третичную структуру и называется суб единицей и так мы с вами рассмотрели четыре структур белка первичную структуру белка вторичную структуру белка третичная структура и четвертичная структура белка основные функции белков заключаются первое строительное белки участвуют в образовании оболочки клетки органоидов и мембран клетки из белков построены кровеносные сосуды сухожилия волосы вторая функция белка это каталитическая 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 все клеточные катализаторы белки они являются активными центрами фермента так третья функция белка это двигательное двигательно это сократительные белки вызывает всякое движение четвертая функция это транспортная функция здесь белок крови гемоголобин присоединяет кислород и разносит его по всем тканям защитная функция белков заключается в выработке белковых тел и антител для обезвреживания чужеродных веществ шестая функция это энергетическая один грамм белка эквивалентен 17,6 килоджолю и седьмая рецепторная это реакция на внешний раздражитель основными химическими свойствами белка является денатурация белков гидролиз белков и качественные реакции белков денатурация это процесс нарушения естественной структуры белка разрушение вторичной третичной четвертичной структуры происходит гидролиз разрушение первичной структуры в кислом или в шелочном растворе с образованием различных аминокислот качественные реакции белков это биоуретовая реакция ксанто протеинного реакция и реакция определения серы в белках рассмотрим гидролиз гидролиз это кислот на основном бывает ферментативный в результате которого образуется аминокислоты вы здесь видите уравнение реакции 3 пептида с водой с образованием белков глицина серий на цистеина то есть в 3 пептиде белков содержится три различных аминокислотных звеньев и при гидролизе образуются эти же вещества денатурация как мы сказали это нарушение природной структуры белка под действием нагревания или химических реагентов высокая или низкая температура может повлиять на нарушение природной структуры белков дальше механическое воздействие облучение различные виды веществ ядов действие спирта тоже приводит нарушение денатурации и действие соли тяжелых металлов например солей свинца и ртути денатурированный белок теряет свои биологические свойства цветные качественные реакции белков к ним относится как мы уже знаем биуретовая реакция и ксанта протеиновая биуретовая реакция это взаимодействие слабо шелочных растворов белков с раствором сульфата меди двухвалентным в результате который появляется фиолетово синяя окраска ксанта протеиновая реакция это взаимодействие концентрированно азотной кислотой белка которая сопровождается появлением желтой окраски превращение белков в организме белки пищи под действием различных ферментов например фермента желудка образует полипептиды а ферменты кишечника при действии на полипептиды образует альфа аминокислоты альфа аминокислоты при достаточном количестве кислорода выделяет очень большое количество энергии и реакция протекать с образованием оксида углерода 4 то есть углекислого газа аммиака и воды а альфа аминокислоты в свою очередь под действием ферментов они являются энергией клетки они могут переходить белки организма значение белков отдельные белки находят применение в народном хозяйстве например белки шерсти шелка кожи и рогов животных выяснение структуру белков их многообразных функций в организме позволяет понять механизм наследственности что в свою очередь имеет большое значение для выведения высокопродуктивных пород животных и сортов растений изучение белков важно и для выяснения природы заболеваний наблюдаемых у человека и животных и так мы с вами рассмотрели основные строения структуры белков и свойства белков теперь вам следует сделать записи в тетрадях по теме белки вопросы по каким вопросам вы составляете записи в тетрадях первый вопрос какие атомы входят в состав белков мы это с вами рассмотрели при изучении состава белков второе как у ученые и как объяснил строение белков в этом вопросе вы должны дополнительно найти информации какие ученые работали над строением белков третий вопрос как подразделяются белки то есть здесь вы рассматриваете и выписываете в тетрадь основную классификацию белков четвертый вопрос какие структуры структуры может иметь белок как можно охарактеризовать каждую структуру тип связи в каждой структуре пятый вопрос записываете функции белков то есть эти функции белков мы с вами рассмотрели в начале объяснения темы 6 вопрос химические свойства белков вы должны на основе химических свойств написать в тетрадях уравнения основных химических реакций и 7 значение белков то есть это значение белков тоже мы с вами рассмотрели можете дополнить по седьмому вопросу вашей информации которую вы найдете в источниках допустим в учебниках или по другим источникам и так переходим на тестовые задания давайте рассмотрим основные вопросы по теме белок или белки первый вопрос укажите группу химических элементов содержание которых в клетке составляет в сумме 98 процентов чтобы на ответить на этот вопрос вы должны найти содержание в клетке тех химических элементов которые составляют общую сумму около 98 процентов значит здесь показаны четыре ответа в четырех ответах указаны основные химические элементы которые входят в состав белков на основе пожалуйста определите сумму которая составляет 98 процентов второй вопрос теста назовите функцию которую выполняет основная масса белков семян растений и яйцекелетах животных здесь указаны основные функции которые мы с вами рассмотрели на уроке но вы должны найти те те функции семян растений и яйцекелетах животных третий вопрос назовите белок из которого состоят рога копыт от когти перья и волосы животных коллаген кератин тубулин миозин из этих четырех ответов вы должны назвать белок из которого состоят рога копыт от когти перья и волосы животных 4 вопрос какому виду химических связей относят пептидную связь мы с вами знаем что такое химическая связь и виды химических связей вот зная пептидную связь в которых содержится атомы углерода кислорода азота и водорода вы определяете вид химической связи ионные водородные ковалентные гидрофобные пятый вопрос как называется структура белка которая представляется цепь из аминокислот с помощью ковалентных связей соединенных друг с другом в определенной последовательности мы с вами знаем уже четыре вида структуры белков это первичная вторичная третичная четвертичная но вы должны найти в определенной последовательности за счет ковалентных связей которые соединяются группы атомов или пептидная связь какую структуру образует шестой вопрос назовите молекуле аминокислот химическую группировку которая придает одним аминокислотам гидрофильные а другим гидрофобные свойства для того чтобы ответить на этот вопрос обязательно вам надо найти понятие гидрофильные гидрофобные свойства аминокислот и определить молекула аминокислот то есть который включает в определенную химическую группировку так это аминогруппа радикал карбоксильная группа гидроксильная группа седьмой вопрос назовите белки ферменты которые расшипляют другие белки ответы пепсин трипсин гемоглобин карбоангидраза инсулин глюкоган коллаген кератин актин миозин липаза нуклеаза и так чтобы найти название белков ферментов вы должны определить какие белки расшипляются то здесь указано название белков и вы должны найти те белки которые при расшиплении образуют другие белки восьмой вопрос как называется процесс потери белком четвертичный и третичный структур ведущий к утрате им биологической активности это процесса денатурация редупликация репарация диссимиляция дегенерация девятый вопрос при гидролизе белков образуются вещества амины аминокислоты углеводы жиры из этих ответов вы должны выбрать правильный ответ какие вещества при гидролизе белков образуются десятый вопрос что является побочным продуктом в реакции образования белков аммиак вода оксид углерода четырех валентный водород одиннадцатый вопрос назовите реакции которые дают возможность распознать белки среди других веществ черные цветные красные синие но об этих реакциях конечно мы с вами рассмотрели узнали в теме двенадцатый вопрос в ходе какой химической реакции образуется макро молекула белков полимеризации поликонденсации этерификации и гидрирования здесь показаны четыре ответа из этих четырех ответов у вас значит должен быть ответ в ходе какой химической реакции образуется макро молекула белков итак мы с вами закончили изучение тема белки по теме мы с вами остановились на строение белков на структуре белков и на основных свойствах белков надеюсь ваших тетрадях будут сделаны домашнее задание я вам эти домашние задания объяснила и дальше у вас должны быть ответы по 12 вопросам до свидания до следующей встречи а